Пешеходный переход есть, а освещения рядом с ним нет. Вернее, не было до недавнего времени. Речь про ситуацию в деревне Яндаба Аликовского района. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Деревню Яндаба Аликовского района на две части делят республиканская дорога Чебоксара-Сурская. Переход есть, однако до недавнего времени безопасность пешеходов он не обеспечивал. Дело в том, что освещения рядом с ним не было. Была такая ситуация. Человек переходит в темную одежду, тот самодет, и сверху спускается машина. И он объезжает, резко так объезжает свистом, и чуть-чуть машину, ну, как бы человека не сбил. Буквально в 70 метрах от проезжей части школа на 170 учащихся. Сюда ходят дети из 16 близлежащих населенных пунктов. Переход через дорогу – это была проблема номер один для безопасности детей. Дети учатся у нас допоздна, потому что после уроков проводится очень много кружков, проводятся занятия дюсэша, то есть спортивные секции. Идет подготовка к экзаменам, поэтому дети заканчивают учебные занятия где-то только к 16 часам. Читайте на улице, вот когда короткие дни, вот зимнее время, очень темно. Постоянно приходилось учителям, педагогам напоминать детей о том, что надо осторожно переходить. Бывало, даже родители сами своих детей встречали. Эту, по словам родителей и педагогов, проблему номер один решили к началу этого учебного года. Летом переход осветили. Чтобы не было соблазна перебегать в неположенном месте, поставили специальное ограждение. А к переходу построили тротуар. Раньше было страшно переходить дорогу. Сейчас, так как все освещено, уже не страшно. Обращения поступали. Видимо, были здесь ДТП, случались с участием школьников. В рамках работ по национальному проекту «Безопасные качества на автомобильной дороге» был выполнен проект освещения 57-го километра автотрассы Чебоксары-Сурская. Цена контракта 2,5 миллиона. Такие небезопасные для пешеходов места в республике еще есть. Работу Минтранс Чувашия продолжат в следующем году. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков. Республика.